Этот маленький саженец через много лет превратится в мощную сосну, а этот пустырь в бор. В Международный день охраны озонового слоя крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей 100 лото и Руссклиматфонд высадили 10 тысяч деревьев. Мы сегодня в Подмосковье высаживаем саженцы сосны обыкновенной. Это наша уже не первая акция. Делаем мы это совместно с Руссклиматфондом. И уже, как я сказала, не первый раз. И мы высаживаем вообще в целом 32 тысячи саженцев в Московской области, Челябинской и Волгоградской. Там еще мы будем высаживать дуб и клен. Этот участок в Шараповском лесничестве выбран не просто так. В прошлом году деревья сильно пострадали от нашествия жука-караеда. Их пришлось вырубить. Теперь пришло время восстанавливать. Для этого нам потребуется очень популярный инструмент, меч колесовый называется. С его помощью мы делаем лунку специально. Погружаем туда двухлетний сеянец сосны обыкновенной. Это ему два года всего? Да, ему всего два года. Прижимаем как следует. И нужно сделать так, чтобы воздух ни в коем случае не остался. Иначе корни высохнут и не приживется. Акция после Московской области продолжилась в регионах. В Челябинской области высадили 19 тысяч саженцев. В Волгоградской – 3 тысячи. Мы посадим не только сосну. Также будут и дуб чересчатый, и клён татарский. То есть в зависимости от регионов мы подбираем виды пород и высаживаем эти деревья. На самом деле эта акция уже стала такой традиционной. В прошлом году мы тоже сажали с компанией Столото 32 тысячи деревьев, которые были посажены в других регионах. Очень приятно наблюдать, когда социально ответственные компании присоединяются к восстановлению лесов и вносят вклад в сохранение нашей природы. Экологи подсчитали, что 32 тысячи деревьев со временем поглотят более 2,5 тысяч тонн углекислого газа. Это снизит воздействие парникового эффекта и смягчит последствия изменения климата. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».